Так уж получилось, что в нашем мире наступил зомби-апокалипсис, и теперь нам нужно будет выживать. Выживать не одним, а находить себе напарников, обустраивать дом, и в общем-то, становиться с каждым днём круче, чтобы нас по итогу не съели зомби, которые будут также становиться всё сильнее и сильнее. Поэтому сегодня играем в игру под названием Зомби Форест, с вами, как обычно, Кристалл, и мы начинаем! Ну и первое, что у нас есть, это обычный вот такой вот маленький дом, в котором наш есть персонаж, который будет также выживать, стараться обороняться, и т.д. и т.п. Ну и сейчас на нас придёт первая орда зомби, от которой мы спокойненько с вами, в принципе, отобьёмся, но дальше мы будем уже продвигаться немножко по-другому. Дело в том, что нам нужно будет расширять наш дом, для того, чтобы мы могли, опять же, сюда добавлять новых жителей, и также, чтобы у нас была лучше здесь оборона. И вот у нас прибыл первый чувачок, который будет нам помогать, это Барри, у него оружие Дезерт Игл, значит, чувачок достаточно неслабый, урон у него 54, это мне нравится. Также у нас есть 9 аптечек, что позволит нам ходить в рейды, и вообще остальные все ресурсы, которые у нас есть, тоже нам будут сильно помогать. Нам нужно построить капкан, чтобы мы ежедневно добывали еду, также построим водяной фильтр, чтобы у нас была дождевую воду, превращаемый в питьевую, и также здесь есть куча построек, которые мы также сможем сами использовать в дальнейшем нашем развитии. Но сейчас нам нужно будет найти как можно больше ресурсов, чтобы либо комнату прокачать, чтобы у нас дополнительные люди появились, либо загон для зомби, и можно будет там складывать зомби, я, правда, пока что не знаю, зачем они нужны, но наверняка эта тема нам пригодится. И давайте отправимся в первый рейд, посмотрим, что там есть, надеюсь, мы там не отъедем, желательно найти какой-нибудь не сильно сложный дом. Ну, в принципе, вот это место нам должно быть посильно, поэтому давайте попробуем, наверное, сюда вторгнуться. Нападаем, и у нас есть аптечки, поэтому наши ребята должны справиться. 9 аптечек, это в случае того, если нас будут реально дамажить больно. Ну, нам помогает наш чувачок Барри, у которого довольно-таки приличный урон, поэтому он спокойненько будет раскладывать всю основную массу зомбари, и это хорошо. Смотрите, весь дом мы смогли с вами зачистить, это шикарно. Отсюда мы получаем новые патроны, но потеряли 17 патронов, получили 16 патронов, это нормально. То есть, почти что ничего не потеряли, наоборот, больше приобрели. Здесь суперязычный дом, поэтому сразу же сюда тоже нападаем, отправляем всех ребят, и они всех здесь завалят. Ребята, я говорю, если игрушка вам понравится, то давайте наберем более 1000 лайков. По мне, довольно интересная тема, мне нравится обустраиваться так же, и так же выживать в этом мире. Хотелось бы, чтобы вам тоже это было интересно, поэтому поддержите данный ролик лайком, и обязательно с вами пройдем до самого конца. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Ага, здесь двое чувачков, у которых оружие вроде как слабее, чем мое, но вопрос, какого они уровня, это уже отдельный разговор. Хотя дом, конечно, у них офигенный. У них здесь и этот, как его есть, и костер стоит, и мины стоят на самом-то деле. Не, наверное, на людей лучше не нападать, потому что если я погибну, то я погибаю полностью. То есть, я уже не смогу восстановиться толком. Эти все ребята у меня отъедут, и считайте, что уже для нас наступил конец. Так, вопрос, надо расставить. Ребят, мне интересно, если бы я хоть одного на крышу поставил, это бы как-то повлияло. Нет, на крышу нельзя никого ставить. Ну, пускай два в одном тогда стоят. И запускаем, наверное, следующий день. Вряд ли у меня есть какие-то ресурсы, из которых я уже что-то бы мог построить. Да, у меня пока что не хватает. Можно будет потом зомби пожарить и т.д. и т.п. Но, ладно, запускаем следующий день. Там у нас как раз-таки новые объекты появятся, новые сооружения, которые мы сможем с вами построить, и также по карте обшмонать. Так что все у нас должно быть окей. Единственное, что людей, говорю, у нас не сильно много хватает. Было бы больше людей, было бы круче, конечно. Так, ну, мы тем временем аптечку с одного из зомбарей выбили. Это довольно прикольно. Так, наступил следующий у нас день, да, с вами? Давайте посмотрим, что у нас есть по карте. Надеюсь, можно куда-то зайти в нормальное помещение и заработать себе еще каких-нибудь ништяков. Ну, тут изи-катка, тут всего четыре зомби, поэтому не такая уж проблема будет их завалить. Поэтому пускай отправляются и зачищают здесь территории. Так, единственное, что зомбарь прямо перед нами стоял, поэтому аптечку по-любому потратили, да? Да, потратили. Так, в следующий дом идем. Здесь тоже изи. Поэтому берем всех ребят, отправляем. Пускай идут зачищают территорию. А им, в принципе, вообще не проблема все это дело делать. Если они прямо в зомби не залезают, то как бы спокойно все локации могут проходить, обходить, т.д. и т.п. Так, снова нашли ресурсы. Хорошо. И последний домик остался, ну, проще уже некуда. Это самый, наверное, самый простой дом из всех, что есть, поэтому пускай они тут всех вырубают. И мы с вами зачистили локацию и вышли только в плюс на ней. Дальше уже это загон для зомби нам потребуется. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть, что я насобрал, и можно ли из этого что-то построить годное теперь. Так, здесь еще есть обменник, поэтому, по идее, я могу построить что-нибудь уникальное, за счет того, что я просто обменяю ресурсы. Например, можно проволоку построить и способность на какое-то время задерживать врагов. Также можно будет загон. Давайте, наверное, все же оборонительные сооружения хоть какие-нибудь возведем себе. Для этого нам потребуется обмен. Так, я хочу себе поставить этот, как его, проволоку. Для этого надо еще нам два куска железа. Два куска железа не вопрос, я думаю, нам будет достать. Так, вот железо есть, два куска, и мы с два куска дадим, например... Ага, ага, чтобы дать-то камень. Не хочется отдавать аптечки тоже. Ладно, древесины у меня, в принципе, нормальные. Можно обменяться вот так вот и построить проволоку. Теперь она будет задерживать врагов. Также бы костер, конечно, построить. Так, что мне не хватает? Ой, тут дерево много требуется, тут железо много требуется. В общем-то, тут еще достаточно много штук, которые нужно будет сделать. И самое основное вообще капканами, водяными фильтрами обзавестись. Так, ну что, мы с вами сходили уже с похода, да? Рейд у нас прошел. Окей, запускаем следующий день. Смотрим, насколько колючая проволока нам поможет в защите нашего дома. Надеюсь, что достаточно неплохо. А, потому... И надеюсь, что она не одноразовая, как еще вариант. Так, ага, они, то есть... Они об нее фигачатся, но... Ну, короче, короче, проволока прям всех выносит к фигам. Я даже ничего не делал. За колючей проволокой можно наших ребят было, по идее, ставить тогда вот так вот. Окей, колючая проволока имбовая довольно. Вопрос прочности. Она, типа, теряет прочности или восстанавливается, или как она работает вообще, не особо понятно. Но, допустим, ладно, давайте сходим на мероприятие. Посмотрим, что у нас по домам. Ох ты, суперпростой дом. Берем, сразу нападаем. Тут вообще два врага, типа... Вопрос, есть ли, конечно, здесь лут какой-нибудь? Есть лут? Хорошо. Главное, чтобы лута было побольше. Так, ух ты, там проблема только вот в этом, наверное, спецназовцы. А так, в целом, должно быть нормально. Так, запускаем и смотрим, как они тут будут отстреливаться. Так, да нет, даже чувак в броне легко отъехал, так что не проблема, он оказался для нас. Остальное зомби-загоны. У нас зомби-загона пока нет. Его достаточно-таки дорого построить, насколько я знаю, потому что он стоил вроде как у нас... Так, где он там находится? Шесть дерева, тридцать железа. У меня столько нет, определённо. Железо ещё также на комнату надо. Блин, какие ресурсы дорогие. И у нас ещё вода заканчивается, что мне не нравится. Надо, наверное, всё же водяной фильтр добавить, чтобы всё же побольше вырабатывалось. Ну и давайте посмотрим, как в этот раз мы будем отстреливаться. По идее, здесь теперь колючая проволока, плюс наши ребята должны отстреливаться. Так что я верю, что должно быть... Ага, то есть колючая проволока всё развалилась сразу же буквально. И всё. Не уверен теперь, что мы даже выдержим после четвёртого дня. Чё-то как-то очень туго прошёл замес. Но, допустим, ладно. Четвёртый день у нас прошёл, но чё-то как-то очень мы туго сражались. А ещё и колючая проволока отпала, которую тогда не особо есть смысл, получается, ставить. Если её так легко можно сломать. Так, ух ты, три домика. Ну, допустим. Так, этот можно залутать. Берём, лутаемся, отправляемся в бой. Пускай зачищают тогда. Так, готово. Готово. Шикардос. Патронов заработали, всё остальное тоже. Так, здесь тоже, вроде, должны ребята справиться. Выбираем всех, отправляем. Пускай зачищают здесь всю остальную локацию. Я в них верю, поэтому они должны здесь не налажать по-любому. Так что должно быть всё окей. Всё должно быть нормально. Всё будет у нас прекрасно. Так, окей. Готово. Зачистили ещё одну локацию. Так, патронов нашли. Ещё вот здесь у нас два зомбаря. Ух, самая опасная локация какая только может быть. Если, конечно, каких-нибудь нежданов не возникает внезапно, знаете, зомби из-за воздуха какой-нибудь сверхмощный свалится, тогда будет, да, неприятно. Так, ну а пока всё нормас. Так, чё у нас здесь? Зомбари четвёртого уровня. Ага. Ну, точнее, не зомбари, а люди четвёртого уровня. Я таких точно не завалю. Поэтому такое себе. Я с ними драться не очень хочу. Так, для смены карты необходимы. Да и не могу рекламные ролики смотреть. Надо всё же, наверное, с интернетом в эту игру играть. А то я выключил интернет, поэтому не могу смотреть рекламные ролики. Такс, тогда нам чё нужно? Наверное, свалить подальше. Я не думаю, что это хорошая идея стоять так близко. Пусть они вместе стоят вот так. А как мне защититься теперь? Это уже отдельный вопрос. Капканы, конечно, всё остальное это хорошо. Но это не то, что мне надо готовить зомби средней прожарки. А можно было бы... Типа, костёр это как защита работает? Или как? Или что? Так, вопрос у меня есть такой. Ну, допустим, я вот так вот поставлю. И начнём мы наш день. Если этот костёр нас защитит, я буду, конечно, ликовать, что этот костёр оказывается довольно имбовая тема для нас. Ну, смотрим. Пятый день должен быть для нас уже весьма непростой. Потому что четвёртый уже и так чуть ли меня не похоронил. Как тут дальше будет? Так, ну да, зомби сжигаются. По крайней мере, это уже что-то. Но это вообще не помогло нам по итогу. Нас просто сожрали. И прожил я пять дней. Убил 79 зомби. Двое людей погибло. Мне не хватило ребят. Нужно было, чтобы у нас ещё были бы ребята. Так, я начну с первого дня. Но сохраню все ресурсы и постройки. Если бы я ещё что-то там прям построил такого хорошего, это было бы да. Но также у нас есть возможность, по идее, начать нашу кампанию немножко с другого места, скажем так. Можно начать его с дерева. И это уже будет немного другой стиль для того, что будем проходить. Поэтому это даже любопытнее. С одной стороны, можно будет попробовать и на этом режиме поиграться. Если, конечно, вам будет интересно. Поэтому, ребята, если вам понравится данная игра, то лайком, говорю, её поддержите. Обязательно дойдём до самого конца. Здесь также уже другая немного тема. Как видите, здесь у нас уже хороший такой дом, который просто можно обустраивать. Дальше следить за ресурсами. Поэтому там водяные фильтры, капканы построим, чтобы у нас еда прибавлялась. И остальные ловушки тоже будут потихоньку подъезжать. Также тоже здесь должны быть рейды у нас. Но это уже оставим к следующей серии. И так что, ребята, надеюсь, вам было интересно. Если захотите продолжения, поддержите лайком. С вами был Кристалл. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Скоро снова с вами увидимся.